Характер и таланты, дела и поступки, внешность, образ жизни, мысли и эмоции. Всё это красота. Знакомься с профессионалами, которые делают нашу жизнь ещё краше. Каждый день на телеканале Казахстанская Медиа Академия программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди». Здравствуйте! Это проект «Красивые люди», где я знакомлю вас с профессионалами, влюблёнными в собственное дело. «Мозги есть у всех, просто не все разобрались с инструкцией», — говорит Хьюлори. Сегодня у нас в гостях человек, который поможет настроить ваш организм так, чтобы вы каждый день проживали эффективно и радостно. Это мастер кинезиологии, психолог Лев Пак. Здравствуйте, Лев! Большое спасибо, что вы пришли в нашу передачу. Расскажите для наших зрителей, что же такое кинезиология. Здравствуйте, Гульбахор! Спасибо вам, что пригласили на свою программу. Вообще кинезиология имеет очень древние корни. Основа кинезиологии ещё зарождалась со времён Аристотеля. Это 300 какой-то там мохнатый год до нашей эры. А потом, впоследствии, его развивали. Это направление, оно ещё, может быть, не называлось кинезиологией. Развивал Леонардо да Винчи. Наверняка все знают изображение виртурианского человека. Там очень много подсказок, кстати, векторного анализа. И современником кинезиологии является Джордж Гуртхат. Он жил в Америке. И он создал именно этот метод, он обосновал с точки зрения науки. С точки зрения тех инструментов на основе биологической обратной связи, где с помощью реакции мышцы он определял состояние человека, его эмоциональное состояние, состояние мышц, фасций, суставов. И также биохимических каких-то процессов. Это кинезиология. Как она помогает современным людям? Кинезиология, она находит, именно определяет и находит причину человека. Как правило, люди приходят со следствиями. Скажем, человек пришёл с аллергией. И с помощью мышечного теста, это биологическая обратная связь, определяется причина аллергии. Аллергия может быть разного характера. Это может быть пищевая аллергия, это может быть аллергия эмоциональная, это может быть аллергия, связанная с повышенным иммунитетом, с пониженным иммунитетом. То есть есть специальные также назоды, они внесены в пробирку к информационной составляющей, скажем, тополиного пуха, либо хитина, например, то, что это состав морепродуктов. И когда человеку подносишь этот назод или этот тест, мышцы становятся слабыми. И мы видим, что есть какая-то реакция на именно аллергены определённого вида или типа. Определив причину, мы делаем уже кинезиологические коррекции. Очень интересно. То есть вы определяете причину аллергии, глядя или читая тело человека, да? Да, да. То есть через биологическую обратную связь мы определяем, насколько мышца адекватна. Например, если сейчас она была сильной, то вдруг мы поднесли, скажем, назод или тест рыбы, а человек говорит, да, у меня аллергия на рыбу. Значит, есть определённые зоны, скажем, эмоциональные зоны, они находятся на лобных буграх. Он, значит, касается лобных бугров, и у него вдруг, держа этот аллерген, мышца становится сильной. То есть есть обратная реакция. То есть что-то нам подсказывает, что это на эмоциональном уровне. То есть когда-то, может быть, он, когда ел рыбу, в этот момент случился какой-то стресс. И психика не смогла с этим справиться, и, собственно, она взяла и переконвертировала это на такую физиологическую реакцию. И, собственно, когда мы убираем этот очаг возбуждения с помощью кинезиологических техник, и потом у него происходит разряжение, вот это вот, скажем так, разряд этого заряда. И, собственно, потом реакция на рыбу становится такой нейтральной. И аллергия может быть такой. Да, да. Каждый день на телеканале «Казахстанская медиа-академия» программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди». Красивые люди. Какого возраста можно обращаться к кинезиологу для того, чтобы это помогло? Ведь аллергия проходит в данном случае раз и навсегда? Она может проявиться потом. Вопрос в том, что если человек продолжает вести тот же образ жизни, ну, скажем так, затапсовать организм, есть что попало, конечно же, это может повториться. Но если он кардинально после этого меняет свои привычки, рацион питания и так далее, значит, это может, эффект может быть, ну, как сказать... По жизни. Да, да. По жизни. С какого возраста детей? Ну, с возраста есть такое понимание, как суррогатная коррекция, суррогатное тестирование. То есть, например, через маму можно корректировать грудничкового ребенка. Да, значит, потому что есть такой взаимосвязь полей, называется, да. Это очень показательно. Я вот показываю на мастер-классах тоже своих. И я работал с диатезом, то есть у ребенка диатез. И, к примеру, куда идет мама, да, мама-ребенка, значит, в больницу, где ему могут, как правило, прописать какие-то, ну, такие препараты, очень, скажем так, где ребенок не готов еще применять, например, антибиотики и так далее. То есть, естественно, любой препарат, он может дать интоксикацию. Вот. И, собственно, это тоже опасно. Вот. Но когда мы определяем причину, что это определенная... Это реакция ребенка на мамино восприятие, потому что он еще грудничок. То есть изменится качество молока, да, изменится качество вот этого, вот так называемое поле, в котором у ребенка, да, энергетическое поле. И, собственно, мы получаем результат, что на вечер, бывает, если это утром сделана коррекция, вечером уже диатеза нет. Ну, вот такие вот, как бы, мы наблюдали чудеса, да. Но хотя это... Это не чудеса, это наука. Есть ученые Руперт Шелдрей, который открыл морфогенетические поля и все очень хорошо объясняет, почему, допустим, мама с ребенком так взаимосвязаны, ну, и другие вещи, которые мы можем чувствовать на расстоянии. А как вы пришли к кинезиологии? Почему именно эта наука вас привлекла, и вы посвящаете этому целую жизнь? — Хороший вопрос. Я совершил такой очень, скажем, краткий экскурс в свое прошлое. Вообще всегда приводит к чему-то, наверное, проблема какая-то, да, с чем ты столкнулся, и, как правило, если мы с вами сидим об этом говорим, наверное, я с ней справился. Вот, значит, я в свое время работал в информационных технологиях, вот, и там вся работа заключалась именно в ночное время суток. Значит, были нарушены биоритмы, и, как правило, вы, наверное, знаете, да, что делают, ну, какова жизнь программистов и тех, кто связан с информационными технологиями, да. Это Red Bull, это Snickers, это все то, что это нездоровая еда и так далее. Вот, потому что все на бегу, и это все надо делать ночью, когда люди спят, когда связь вся стоит, и мы это должны были делать. Вот, и, собственно, весь этот образ жизни, весь этот ритм привел меня к таким, скажем так, сюрпризам по здоровью, как гипертонический криз, да. Это, по сути, первый звонок инсульта или инфаркта, да. То есть я в один прекрасный момент лежал, и когда, вернее, я проснулся, я понял, что я не могу двигаться, я думал, что это сон. Вот, и представляете, да, когда я думаю, вот я слышу, как поют птицы, я вижу, как восходит солнце, почему я не могу двигаться. Я понял, что что-то произошло то, что страшно об этом подумать. Ну, как-то, значит, я откачался, приехал мой коллега, и, собственно, я куда? Я пошел по обследованиям, а вы знаете, что такое обследование? Тебя отправят сюда, туда и так далее. Но в итоге, как бы, я ничего не получил. Мне сказали, ну, вот, обследуй сердце, тебе нужно правильное питание. И мне пришлось подумать, либо я продолжаю работать, либо это будет во второй раз. И я выбрал такой путь, что лучше здоровье важнее. Вот это, конечно, надо было пересмотреть все жизненные ценности, все пересмотреть в жизни. И потом, говорят, беда не приходит от нас. Потом пришла аллергия, потом пришла астма. И я думаю, боже мой, ну, что же это такое? Представляете, нам нужно идти навстречу, на работу, а у тебя все течет. Ты не можешь, ты, как бы, сконцентрироваться, не можешь разговаривать. Ночью ты не можешь спать, потому что кашель тебе не дает спать. Вся нервная система расшатана. И для меня было удивлением, что очень сложно попасть хорошему аллергологу. У нас, значит, в городе нужно ждать две недели, чтобы получить антигистаминовую капельницу, от чего станет легче. Вот, и ты все это время сидишь на антигистаминовых таблетках, которые потом, ты понимаешь, что перестают действовать, что ты, как наркоман, хочешь больше дозы, и потом этой дозы уже не хватает. И заходишь в какой-то тупик. Вот, и думаешь, что же это такое, что никто тебе не может помочь. И когда я попал в аллергологу, значит, он мне сказал, что ты теперь не можешь есть все, а в этом все, это все мое любимое. А как раз такой сезон, лето, там, все самое вкусное, все свежее, полезное, и вот это все, мир стал серым. И я подумал, а зачем тогда жить? Потому что я не могу есть самое вкусное, не могу дышать самым лучшим, в горы не могу ездить и так далее. Вот, и я как-то внутри, ну, конечно, мне было сложно это принять, но как-то внутри я не согласился с этим, и случайно я попал в другую страну, в Южную Корею. Вот, и так вот интересно, я все там ел это, и у меня не проявлялась аллергия. Я тогда подумал, а что это? Там качественные продукты, хотя там все парниковые выращивают с помощью там тоже, да? Значит, вот, приехав сюда, поел то же самое, у меня тут же появилось. И тогда я услышал первый раз, что такое психосоматика, то есть проявление. И вот первый раз, когда я познакомился именно с нейрофизиологической саморегуляцией по методу ключ, автором которой является Хосе Магомедович Алиев, вот, я поделал эти упражнения, и на удивление у меня это стало проходить. Я думаю, что же такое, простые какие-то упражнения, они притупляют аллергические реакции. И потом я, значит, стал изучать все это еще глубже, вот, и вот так пришел к кинезиологию. То есть через мышечный тест я уже стал понимать, как мы можем определить саму причину. Либо это эмоционально, получается, у меня аллергия была на эмоциональном фоне. Ну и, собственно, потом я пошел дальше. То есть мне было мало теста, и я стал учитывать типологию человека. То есть вы прекрасно знаете, что существуют разные типологии, но даже если рассматриваетесь левые полушарные, правые полушарные люди. Люди, которые опираются на логику, люди, которые опираются на образы, да? Вот, и этот метод, он мне дал тоже очень много подсказок, потому что, например, в классической психологии не рассматривается, как бы не акцентируется на этом, но как бы дают общие какие-то рекомендации, не рассматривая человека как личность. Вот, и в кинезиологии то же самое. Может быть проявление, к примеру, аллергии, оно такое, на тополинный пух, а причина может быть разной. Причина может быть эмоциональной, причина может быть именно от внешней среды, то есть от самого тополинного пуха. Может быть, что таким образом на это влияет именно уже зашлакованность организма человека. То есть причина может быть разной на один и тот же тополинный пух. Понятно, очень интересно. А кроме аллергии, да, и кроме проблем со здоровьем, с какими еще запросами к вам приходят ваши клиенты? Очень часто приходят и обращаются ко мне относительно, значит, подростков. Это касается, например, что подросток сутулится, к примеру, да, либо у него внутричерепное давление, он не может сконцентрироваться на учебе и так далее. И есть тоже специальный метод и подход, где с помощью тестов определяется наличие родовой травмы. Например, асимметрия черепа, это сразу видно, например, по асимметрии глаз, насколько, да, там, сужение черепа и так далее. Череп, он тоже должен дышать синхронно. Вот, и если сделать специальный, значит, метр-тест, можно обнаружить, что, значит, от середины до задней середины, от передней середины до задней середины есть асимметрия. То есть с левой стороны больше череп, с правой, значит, меньше. И, собственно, делается коррекция. Ну, в этом случае что происходит? Что это очевидно, что, скажем, шейная часть, она постоянно в спазме, да, нет притока ни кислорода, ни крови и так далее. И, естественно, будет постоянное мигрение, постоянно будет сдавленность, напряжение, давление и так далее. Это будет провоцировать, значит, выброс вот этой энергии куда-то. И дети, как правило, его пытаются куда-то как бы сбросить. То есть эмоционально может в социуме это сложно сбросить, но может быть, ребенок может быть агрессивным. А может быть наоборот, он может спровоцировать, например, развитие аутизма. Вот, и, собственно, когда определяется асимметрия, это физиологическая асимметрия, значит, есть специальная техника синхронизации, значит, определенных частей тела, основных частей тела. Это диафрагмы, дыхание черепа, дыхание таза и так далее. И, собственно, потом уже, если существует эмоциональная составляющая, была, например, травма, а ребенок может это, естественно, не помнить, ну, скажем, там, витя пуповины во время беременности матери, да. Вот, и тело это помнит. Как это убрать травму? Это бессознательная травма, она не находится в зоне сознания. Очень много таких моментов, где люди не помнят уже, с родовой травмой. И также, значит, обращается относительно фобии, депрессии и различных таких психологических унятенных состояний. Потому что, ну, классическая психология, скажем, ко мне приходят уже те, которые были у всех и везде. И, собственно, они не удовлетворены какими-то определенными результатами. И приходят уже, чтобы получить вот такой комплексный, скажем так, комплексный баланс организма для того, чтобы войти в ресурсное состояние жизни. Действительно, если можно отказаться от таблеток, потому что химии и так достаточно много, а встретить специалиста, который может поговорить с твоим телом на особенном языке при помощи тестов, это что, простукивание? Как это вообще все выглядит? Да, ну, выглядит это достаточно просто. Ну, на первый взгляд, может быть, и совсем просто. Да, можно простукивать точки. Есть определенные точки или зоны, отвечающие за определенные эмоции, например, гнева, страха и так далее, чувство вины или стыда. Это основные эмоции, которые вызывают именно состояние дестабильности психики. Можно также ставить, вот некоторые ставят, например, иголки. Я работаю кростейпами. Это тоже самое, что, собственно, тот же стамо-стимулятор, который может акупунктурную точку, значит, рефлексировать. Где-то я даю дополнительные специально подобранные индивидуальные упражнения для того, чтобы человек мог включить мышцу, потому что она у него в гипотрофии, ввиду его привычки, например, осанки. Где-то даю рекомендации специальных звуков, где он может с помощью этого звука и с помощью специальных дыхательных упражнений синхронизировать внутреннее состояние нервной системы. У меня подход ко всем очень индивидуален. Ну, конечно, вы же смотрите, что за человек перед вами. Интуиция даже, наверное, работает благодаря вашему опыту. Вы уже много лет занимаетесь? Да, больше 10 лет. Кстати, и интуиция, вот вы сказали про интуицию. Я вначале начал говорить про то, что есть левополушарные и правополушарные люди. Это люди, которые преобладают работой полушария. И, соответственно, люди себя ведут так. Это не хорошо, не плохо. Это просто так. И, конечно же, если левополушарные будут развивать в себе правополушарные навыки, например, посмотрев на вас, например, очень сложно определить первый раз. А я бы, например, сказал, что вы больше относитесь к левополушарным, то есть вы опираетесь на логику. То есть человек, который опирается на логику, вас мало интересует, например, прошлое. Вас больше интересует настоящее. Ну и, может быть, чуть больше будущее. Вот это очень интересно. И я сейчас исследую вот это вот именно направление и интегрировал ее с кинезиологией. И мы уже видим свои очень интересные результаты. Причем, знаете, сейчас вот очень модно же фастфуд. И визитро вкусно, горячо, чтобы хрустело. Я думаю, сейчас время тоже пришло такое, где любая техника, она должна быть быстрой, понятной и применительной, как фастфуд. То есть психология или это связано со здоровьем. Самое главное, что она не должна навредить. И я бы тут отметил такое, что без лекарств мы тоже не можем, ну как бы нельзя исключать лекарства и современную медицину. Вот я, например, сейчас являюсь официальным представителем Южнокорейской клиники и готовлю по анамнезам и нозологиям тоже пациентов, которые уже на стадии операции. И моя задача, чтобы он уже подготовить ее психологически, подготовить родственника психологически. И врач ожидал уже готовые какие-то материалы, где не нужно было бы терять время там. Вот. Это очень важный момент, поэтому о здоровье я знаю не понаслышке и не только из своей практики. И каждая, конечно, история пациента, которых мы подготовили, которые потом прошли лечение, операционные вот эти процедуры, это, конечно, каждая интересная история. И меня, конечно, внутри всегда радует, когда по-настоящему счастливый конец. Это очень хорошо, что по здоровью можно решить любую проблему. И я думаю, что для кинезиолога, например, решить вопрос зависимости алкогольной, табачной тоже очень просто. Ну, я бы сказал так, что смотря на какой стадии находится зависимый, если это начальная стадия, то это возможно. Вот. С помощью тоже метод. Он не совсем может быть кинезиологический, а больше психологический. С помощью метода циногенного мышления. То есть просто угошение вот этого рефлекса. И дать ему, значит, другой стимул. Ну, как вот бросают курить там. Вместо того, чтобы брать сигарету, берут сосульку. Вот. Тут тоже находится причина всегда. Когда понятна причина, ты знаешь, с чем работать. И дается ему замену. То есть сначала нейтрализуется. То есть он должен относиться, так скажем, к сигаретам никак. То есть что есть сигарета, что нет. Но ни в коем случае не подавлять свою силу воли и запрещать себе. Это главный критерий вот того подхода, по которому я придерживаюсь. Замечательно. Что вы пожелаете нашим зрителям в финале этой передачи? Сейчас период такой непростой. Период коронавируса. И многие бросились заниматься самолечением. Бездумно, просто тоннами применяют витамины, микроэлементы. Там все, что можно. Но задумайтесь, что это тоже продукты распада. Не всякое полезное, оно может быть полезно для вашего здоровья. И я сейчас вспоминаю цитату Далай-Ламы. Сначала мы тратим здоровье, жертвуем здоровьем для того, чтобы иметь деньги. Потом мы тратим деньги, чтобы быть здоровыми. Но при этом забываем о настоящем, не наслаждаемся настоящим здесь и сейчас, постоянно думая о будущем, переживая о будущем. И живем словно так, что мы будем жить вечно. А когда умираем, мы сожалеем, что не жили. Если это перевести, скажем, на язык песни, это больше для людей с логическим, с левым полушарием. Они поймут это четко, может быть. А вот с правым полушарными людьми, это можно сказать, как поют в песне. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Поэтому я хочу пожелать вашей программе успехов, больших рейтингов. А нашим зрителям здоровье, самое главное, это здоровье вашим близким, вам, вашим детям и всему тому, что вас окружает. Учеными давно доказано, что 80% нашего поведения связано с бессознательным. Ну и вы слышали такое высказывание, что подсознание может все. Умейте читать ваше тело или доверьтесь специалистам, таким, как наш сегодняшний гость, кинезиолог Лев Пак. Это проект «Красивые люди», где я знакомлю вас с профессионалами, влюбленными в собственное дело. До новых встреч! Характер и таланты, дела и поступки, внешность, образ жизни, мысли и эмоции – все это красота. Знакомься с профессионалами, которые делают нашу жизнь еще краше. Каждый день на телеканале «Казахстанская медиа-академия» программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди».